Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет! Я очень люблю водить машину. Я за рулем уже 37 лет. У меня было много разных машин. Всяких разных. Сейчас я езжу на BMW X5. Немецкая хорошая машина. Я живу в разных местах. И в разных местах разное топливо. В Украине я очень боюсь заправлять свою машину. Когда я заезжаю на заправку. А я заправляю столько исключительно на фирменных заправках. Никаких деревень, никаких маленьких самопальных заправок. Потому что вы же понимаете. Я теперь недавно узнал, что 30% топлива в Украине самопал. Сделанный подпольным. У меня была машина Honda. И однажды после заправки у меня все слиплось. В полукилометрах от заправки я встал. И все. И меня возили на эвакуаторе долгое время. И потом разлипал я свою машину. Потому что все слиплось с такой бензин. Вам знакома эта штука? Такая вещь. Любому знакома. Все знают. Цены на бензин сумасшедшие. Невероятные. Я недавно был в салоне, не в салоне, а в салоне поддержанных машин у нас здесь есть. Меня интересовали джипы. Стоит рейндж-ровер, стоит Audi Q7, стоит BMW пятерка и стоит Mercedes ML. Продавец говорит, что никто не интересуется ни одной машиной, кроме ML. Я говорю, почему? Mercedes интересует всех. Я говорю, почему? Сегодня первый день поставили, все спрашивают только его. Я говорю, почему? Потому что он дизельный. 10 литров дизельного топлива и поехал. А эти? А эти бензиновые. 4,2 объем, 20, 25, 28 литров 98-95 бензина. Доехать до Киева 400 долларов. Вернуться обратно еще 400. Даже состоятельные люди сегодня напрягаются. В Ливии война, в Японии землетрясение, атомная энергетика сегодня не в почете, цены на топливо только растут. Зачем я все это рассказываю? Я недавно встретил человека на дороге между Варной и Бургасом, на заправке Шеловской. Мы сидели пили кофе и ждали, когда заработает компьютер, временно вырубившийся на АЗС. Разговорившись, он оказался русским парнем, который ездит из Одессы в Турцию, возит на фирму какое-то добро. Туда-сюда, туда-сюда, каждую неделю. Ходко для него обходится, не знаю сколько там обходится, он говорит, что он ездит на топливе, которое хозяин покупает ему в деревнях подешевле. Его топливная система подлежит очищению каждый месяц или что-то там в этом роде. И однажды он рассказал мне, что он узнал какой-то секретный ингредиент, добавляя который в топливо, можно экономить до 30%. И совершенно быть спокойным за качество твоего автомобиля, топливной системы, самого двигателя и так далее. Я говорю, ты знаешь, друг, я боюсь заливать что-нибудь в нашу машину, в свою машину. Никогда ничего не добавляю. Он говорит, я тоже боялся, а сейчас я не боюсь. С тысячи литров дизельного топлива у него экономия 300 литров. Я говорю, так не бывает. Он говорит, бывает. Я на каждые тысячи баксов экономлю 300. Это у него появился дополнительный доход. Он дальнобойщик. Вдумайтесь, дальнобойщик на топливе на одной тонне экономит 300 литров. Эта информация просто-напросто попала мне прямо в самые мозги, в самое сердце, я не знаю куда. Я говорю, слушай, я бы хотел поподробнее узнать. Он мне дал телефон, и мы разъехались. Он поехал на юг, я на север. Через неделю я ехал мимо Одессы из Варны. И на заправке вспомнил про этого парня и позвонил ему. Он свел меня с другим человеком, потому что сам отсутствовал. И тот продал мне бутылку средства. Американская компания. Пять лет на рынке. Производит биокатализатор, который обеспечивает не 60, как обычно, 65 процентов сгорания топлива в камере, а 92-98. Полностью сгорает топливо. Никакого отношения к топливу не имеет. Просто какие-то нанотехнологии, какие-то прорывные технологии, сверхсекретные какие-то составляющие обеспечивают такой вот результат. И я решился, потому что я видел его счастливые глаза. Я видел, как он засыпал к себе этот порошочек, маленькую порцию этого порошка к себе в бензобак. И я решился, я впрыснул в свой бензобак 20 миллилитров. И несмотря на то, что мне этот парень сказал, что никакой экономии с первой заправки не бывает, я сэкономил 10 процентов топлива. В мой бак входит 90 литров. 90 литров это 900 гривен. 900 гривен это 120 долларов, грубо говоря. 120 долларов. Сейчас я увидел, что моя машина летит как пуля. Что у меня абсолютно сухая труба. И у меня совершенно другая приемистость. И самое главное, я экономлю топливо. Вот. Каждый шестой бак абсолютно бесплатный. Просто бесплатный. Я знаю, что это надо многим. Я делюсь с вами этой информацией, потому что я просто не могу молчать. Вы посмотрите сейчас этот ролик. И посмотрите сразу следующий. Это будет короткий 10-минутный рассказ о компании и о том, что это такое. Если вам будет интересно, проходите по ссылке, и я расскажу вам, что вам дальше делать, чтобы заработать кучу денег и экономить на качественном, хорошем топливе. Удачи вам, до связи.